Всем привет! Ко мне пришла большая посылка от Зака, и я решила, что давайте распаковываем ее с вами вместе, потому что я лично обожаю видео распаковки. Неважно, что распаковывают, но почему-то это всегда так как-то интересно смотреть. Все эти шелесты... Уп! Не заметила провод, которая была от софтбокса. Ну что ж, возвращаемся к нашей распаковке. И первый у нас тут такой пакетик. Давайте посмотрим, что здесь. Так, это у нас салфетка для стола. Она, к сожалению, была одна. Потом, надеюсь, появится еще одна, и я закажу вторую. Но, по крайней мере, в любом случае смогу ее использовать для фотографий. Так, еще у нас тут тарелочка. Ой, она оказалась меньше, чем я думала. Но, в принципе, я ее также заказывала для фотографий и для съемок видео каких-то кулинарных. Для этого она 100% пойдет. Но, в целом, это такая прям десертная тарелочка. Имейте в виду, я никогда не смотрела на размеры. Зачем? Кому это нужно, да? И что у нас тут еще? О! Это закладочка магнитная. Очень такие милые цвета. Вообще, в зако... Ну, столько милостей и прелестей. Я не совсем по таким прям латунькам. Но, все же, что-то я себе выбрала. И, ну, это для меня очень актуально, потому что я тот человек, который загибает страницы в книгах. Дальше давайте вот эту вот коробку. И я уже знаю, что здесь, потому что здесь я вижу торчит трубочкам. И это... Та-дам! Вот такой вот тамблер. Боже, как красиво! Здесь такой эффект, как будто внутри лед или битое стекло. Очень классно смотрится. Это все в черно-белом цвете. Блин. Ну, короче, даже в милом магазинчике я смогла найти что-то брутальное. Тут у нас еще, конечно же, трубочка. Для фоток точно прям вообще класс. И качественно все сделано. Мне очень нравится этот эффект льда и битого стекла. Опять-таки не знаю, как буду сказать правильнее. Так! О! Ланчбокс. Я точно не знаю, насколько я буду активно его использовать. Но иногда, возможно, я надеюсь, что все-таки буду. Меня в последнее время потянул снова на розовый цвет. Но на такой, скорее, именно нежно. Пудровый розовый, не яркий, не кричащий. Ну, собственно, вот примерно как этот ланчбокс. Здесь все вот так вот закрывается. И да, здесь единственный минус, что здесь только ложка идет в наборе. Но я думаю, на Алиэкспрессе закажу себе вилку и нож. Это не проблема, я надеюсь. И здесь вот такой у нас разделитель, который вот так вот двигается. И, ну, слушайте, что, удобно? Особо больше ничего не нужно. Единственное, вот закажу еще приборчики. Но в остальном прям максимально мило. И все качественно, главное, закрывается. О, здесь есть всякой мелочушке. Первое это планеры. Вот такие вот, просто на бумажках. Потому что мне будет удобно записывать сюда какие-то ключевые конкретно моменты. И вешать на мою пробковую доску, которая сбоку на моем столе, где я крашусь, где я сижу за компьютером. То есть я оп, повернула голову и посмотрела, что у меня там, как завтра. Вот. Бюджетная вещь, но очень помогает, я думаю, надеюсь. У меня тут, короче, гора открыта. Потому что я люблю дарить открытки на дни рождения, на Новый год. И мы, например, с Полиной всегда оставляем все эти открытки, пишем друг другу что-то. И потом очень классно, может быть, перечитывать. И иногда перечитываешь, господи, какой вред. Или там, блин, это забавно было, точно. Ну, в общем, короче, открытки это вещь. И я совершенно разные заказывала, потому что я обычно про них всегда забываю. Потом бегаешь просто в вагонии по городу и ищешь, где можно найти какую-нибудь классную открытку. Обычно я иду, в принципе, в республику. А тут, короче, в общем, я запаслась всякими разными. Спандюлиной такая классная. О! Это тут сейчас затесалось немножко другое. Ой, это такие маленькие. Они такие крошечные. Ой, я не подумала, что это такой маленький. Вот опять-таки, я не смотрю на размеры. Ой, тут и микроскопический конвертик. Еще просто милотунка невероятная. Практически все они здесь Happy Birthday. И только одна Happy Holiday и Best Wishes. Я так долго не могла выбрать себе обложку на паспорт. А как бы у меня паспорт, который мне выдавали в 20 лет, в следующий раз его меняют в 45 или при случае смене фамилии. То есть, если я, например, выйду замуж, он знает, сколько лет ему придется служить. Поэтому я наконец-то решила, что нужно решиться и купить себе хоть что-нибудь. Вот. И я взяла себе вот такую вот миленькую обложечку. Опять-таки, здесь такие очень нежные цвета. А это чехол для очков. Я люблю носить всегда всякие разные солнечные очки, но очень часто бывают гигантские чехлы. И когда я говорю гигантские, я имею в виду реально гигантские. Посмотрите на этот чехол от моих очков. Поэтому очень удобно, когда есть нечто такое, гучи такие делает. И это очень классно, потому что когда очки на вас, вообще не занимает место в сумке. А потом вот так вот открываешь и вуаля, кладешь сюда очки. Также тут у нас две масочки для сна. Одна пойдет на подарок вот с такими вот кактусами милыми. Вторая тоже с кактусами, но здесь очень такой необычный вид маски. То есть, если это обычная, да, ничего как бы примечательного, обычной формы, здесь, вы видите, сделана прямо так вот как-то под глаза, под нос. Она поролоновая, очень мягкая, приятная. Здесь записано, please stay with me. Здесь сзади все регулируется. Ну, попробуем сейчас померить, как есть. И мне кажется, ой, господи, все. Ребят, я спать. Я так хочу спать реально сегодня. И прекрасно защищает реально от цвета. Очень удобно сидит. Ничего нигде вообще не мешается. Слушайте, очень классно. Прям мне нравится. В следующий раз поеду с ней куда-нибудь. Не знаю, куда, но куда-нибудь. Так, еще у меня тут для упаковки. Потому что, ну, ну, вот же, да, у нас буквально на носу. Первое, это коробка вот такая подарочная. Ну, блин, просто супер новогодняя. Уже сразу с бантиком. Тут олень. И я обожаю коробку их дарить. Но они, блин, всегда такие дорогие. Ну, вот решила, для одного подарка мне хороша бы коробочка. Поэтому взяла ее. И также взяла вот такой вот подарочный пакет. Тоже из этой же серии. То есть они очень похожи. Но пакет. И этот нейтральный пакет буду использовать потом, кому-нибудь подарю на день рождения. Потому что очень часто подарочные пакеты мне не нравятся. Они как-то слишком или еще что-то. Я знаю, что большая часть моих друзей будут рады именно такому пакету. И он, мне кажется, очень стильный. О, здесь, короче, кружка. Я хотела вначале немножко другую. Но ее уже не было в наличии, пока я уж там собралась. И поэтому я взяла вот эту. Она белая, с золотыми полосочками. Вот такая неровная. Мне очень это нравится. Она клево будет смотреться в кадре. Ну, и, в принципе, естественно, я буду из нее пить чай, кофе. Утром, особенно, мне кажется, как-то так освежающе. И сейчас в новогоднюю тематику клево. Но к ней еще идет вот такая вот ложечка и крышечка с милым котиком. Я не про всякие милости и так далее. Поэтому я вряд ли буду это использовать. Не моя тема. Но сама кружка очень классная. И здесь как бы получается ложечка, видите, как хвостик котика. Дальше у нас... А, это термос, который пойдет на подарок. Вы знаете, что у меня есть свой. А этот вот буду дарить. И, да, он, слушайте, он клево выглядит. Он такой жемчужный. Такой не жемчужный, переливающийся. Мне нравится. И что у нас тут внутри? Ну, внутри как бы стандартно, как и, в принципе, у всех термосов. Мне нравится. И тут... А, вот так вот оно открывается здесь как-то. Или что это? Или не открывается? Ой, не знаю. Нужно будет, короче, потом разобраться. Самое большое и последнее, что осталось в этой коробке, это рюкзак. Давайте уберем эту коробочку, чтобы она нам не мешала в кадре. И, вуаля. Вот такой вот рюкзак. Я выбирала между этим и синим с коричневыми застежками. Но мне не очень понравились эти коричневые застежки. Поэтому все-таки решила взять вот этот вот. И он большой, вместительный, я чувствую. Так, здесь у нас вот так вот как мешок, да, получается, затягивается это все. Слушайте, внутри места много. Здесь есть разделение. У-у-у, и там такой мягкий материал. Просто классно. Типа для ноутбука или как-то так. На застежке здесь никакого кармана у нас нету. Но есть еще вот этот маленький. О, он, кстати, на молнии. Что классно. То есть на вокзале можно все-таки ничего не растерять из этого кармана. Это круто. Сделан он из очень качественного, такого, мне кажется, непробиваемого просто материала. Самое то для путешествий. И, ой, слушайте, а здесь какая-то дырка типа для наушников или что это. Я не знаю, я дед в таких делах. Ой, да, слушайте, тут вот так вот дырка насквозь. И здесь можно вытащить, типа, как я понимаю, наушники. Ну, по крайней мере, здесь такой взлечучек. Вот. И что самое еще классное, то, что здесь ортопедическая спинка. У меня больная спина, у меня сколиоз. И у меня она начинает достаточно быстро болеть. Даже если у меня в рюкзаке ничего супертяжелого, и я не слишком долго иду, все равно начинает болеть. А здесь, собственно, у меня есть рюкзак, с которым я постоянно путешествую, от джинспорт. Но там нет ортопедической спины. И мне очень хотелось что-нибудь, чтобы мне помогало в моем нелегком деле. Да, походами с рюкзака... Ну, я в походы не хожу, я имею в виду от вокзала до дома в Питере, типа. В общем, вот такая вот штука теперь у меня есть. Надеюсь, что с этим будет легче. В общем, я довольна. И совсем скоро, я думаю, его уже опробуем. И у меня для вас есть отличная новость. Дело в том, что мы с Закой устраиваем конкурс снова для вас. Призм, в котором будет сертификат на 2000 рублей. Мне кажется, это очень классно, потому что вы сможете выбрать то, что вам хочется и то, что вам нужно. А правило конкурса, в принципе, достаточно стандартный. Он будет происходить у меня в Инстаграме. Вы должны быть подписаны на мой Инстаграм, на Инстаграм Зака. И поставить фотографию с конкурсом. Вот эта фотография. Поставить хэштег маленькие радости от Даши. И отметить на фотографии меня и Зака. И это все. Подводить итоги я буду 30-го числа. Так что конкурс будет длиться не очень долго. Но зато, мне кажется, и не нужно, знаете, долго ждать, кто же, кто же, кто же победит. Так что под Новый год кто-то получит прекрасный сюрприз. Вот. Объявлять победителей я буду в сториз. Так что следите за новостями в Инстаграме. Подписывайтесь. Буду всем рада. Даже если вы не собираетесь участвовать в конкурсе. Но я не знаю, почему вы не собираетесь. По-моему, отличный конкурс. Ну, в общем, не буду никого принуждать. Желаю вам всем отличного настроения. Классных праздников. Напишите, что вам больше всего понравилось из этой чудесной посылки. Я лично больше всего ждала рюкзак. Вот. И он меня не разочаровал. А я желаю всем отличного настроения. Не помню, желала я нет или нет. Но лишнего не будет. В общем, всем пока. Люблю. Субтитры сделал DimaTorzok